Выставки, спектакли и кино. Вариантов, как отвлечься от учебных и рабочих будней у кировщан становится все больше. Екатерина Зубарева подскажет, где можно культурно провести время, какие спектакли посетить и фильмы посмотреть. Любители свадебных нарядов, украшений и фотографий могут посетить Вятскую кунсткамеру. Там продолжит свою работу выставка «Свадьба по-русски». Экспонаты, представленные здесь, расскажут о традициях и обычаях русской свадьбы конца 19-го, начала 20-го веков. Посетители смогут увидеть крестьянские и городские свадебные наряды, венчальную икону, предметы приданного невесты, свадебные шкатулки и другие украшения. Кому-то нравится история свадьбы, соответственно, первый зал. Кто-то заостряет внимание на тех экспонатах, которые характеризуют свадьбу сегодняшнего дня, но выставка пользуется спросом. Она яркая, радостная и, в общем-то, практически те экспонаты, которые здесь выставлены, они широко раскрывают тему этой выставки, выходят даже за ее пределы. У кировчан появится возможность посмотреть фильмы на иностранном языке. В Каворкин-центре начнет работу новый кинотеатр. Первый фильм, который кировчане увидят на языке оригинала – «Завтрак у Тиффани». Проходить будет каждую субботу в 19.30. Фильмы будут показываться на различных языках. Это будут английский, французский, немецкий. Фильмы идут с субтитрами. То есть мы будем смотреть фильм с языком носителя. 20 сентября свои двери для кировчан откроют театр на Спаской. 78-й театральный сезон начнется с премьеры спектакля «Над кукушкиным гнездом», поставленного по роману американского писателя Кена Кизи. Этот роман больше известен зрителям по фильму «Пролетая над гнездом кукушки». На экраны он вышел в 1975 году и стал вторым фильмом в истории мирового кинематографа, завоевавшим Оскар в пяти самых престижных номинациях. Кировские актеры представят свою версию одного из главных произведений 20 века. Екатерина Зубарева, Алексей Стахеев, Бюро новостей Давича.